Готовим завтрак. На завтрак у нас будут гренки. Масло сразу достань топленое. Жарить на нем, да. Косе готовится. Слушай, уже приготовилась. Хватит вам, да, Монка? Угу. Чуть-чуть. Сахара. Хватит вам? Хватит, да. Это топленое масло. Это топленое масло. Какой констерель готовил? Амстердамский. Какой? Амстердамский. Амстердамский. У нас такого нет. Ну, я ее высыпал, просто перелил в это. Амстердамский обычный. У нас только арабский. Мы сюда просто пересыпали. Пересыпал просто. А это самый обычный. Амстердамский. Я тебе пересыпал, говорю. По мягкой упаковке брал. Ааа. Ладно. Амстердамский. Чего? Авокадо, а не запятай? Пипели авокадо, но никогда его не ели. Даже не знаем, что там делать. Сейчас попробую. Давайте попробуем. чтобы вкусно еще 1 не нарезать, надо 2-3 сделать, а то греющие ну хотя бы 2-3 флорсона красивые? очень, и ты красивая ага, утром в саду а металли? огонь не сильно? все, можешь пока выключить это для личного архива как хорошо не работали не со словом, тем более в летние дни сидишь дома, жаришь гленки, а сейчас бы работаю сейчас покажу, что у нас есть от других блогеров пейровый, вам привет есть такой канал трудностей многодетной семьи в Сибири а сейчас они переименовались счастливая семья в Сибири, как-то так называется в общем вот это мы у них заказывали себе и родителям я здесь храню укроп как бы для этого мне пригодилось сушеный укроп и заказывали мед мед уже съели естественно ну нормальный мед как мед, да? как и у всех вкусно так что вот что у нас есть пирог смотрим все мы все приготовили и садимся завтракать вот то что у нас на завтрак гренки которые мы приготовили кофе у Дениса тот который варится я не знаю как его называть у меня обыкновенный зелень, авокадо который мы только что попробовали у Дениса сыр такой с плесенью я так он ем и маслица ну конфеты, печеньки как обычно и вот такой рубленый лосось кстати очень вкусный нам понравился приятного аппетита мы приехали в клинику медиалаб вот Денис пошел за результатами анализа вчера мы сдавали анализы крови общий анализ крови и биохимический анализ крови так для себя проверить ну вот друзья забрали результаты анализов и что бы вы думали все результаты в норме кроме холестерина вот норма от 0 до 5,3 а у меня 6,05 я очень расстроена почему интересно не знаю будем что-то делать смотрите смотрите что у нас тут нарисовано кто-то пошутил гуляли над тропей посмотрите что мы обнаружили западня стоит корова боже а вон еще одна смотри приятно ой тут не видно вот сейчас за дерево вот она а это вообще прям среди господи а как мы теперь пройдем я боюсь когда покажи корова привет мама все все мы уходим ты на свою жопу нормально у тебя попа покажем что купили купили тунец для салата с авокадо надо все-таки куда-то авокадо использовать так это петрушка мне сейчас пригодится буду делать баклажаны покажу как геоданон йогурт натуральный использую для заправки в салатах крылышки сейчас тоже в духовке буду делать фасоль для салата чеснок молодой уже такой красивый и тададам знаменательное событие дома закончилась сода обычно она всегда есть купили соду яблочный сок молоко снежок лук бананы и два вида конфет вот такие чернослив в шоколаде и маска ну и все пока пока так сейчас мы будем готовить баклажан веер из баклажан для этого нам понадобится баклажанчики вот у меня три штуки я их уже нарезала веером вот так вот не до конца их мы укладываем в посуду в которой будем запекать здесь у меня нарубленная зелень петрушка укроп и чеснок сейчас это все нужно потолочь с оливковым маслом ну с растительным с любым у меня оливковым маслом это рецепт у меня от моей родной сестры юли юли тебе привет так толкли вот так зелень с чесноком зелень с чесноком теперь все вот эти срезики нам нужно этой зеленью обмазать вот так вот закладываем сюда эти разрезы смазываем вот примерно так то же самое со всеми баклажанами буду делать вот и все все готово кстати я забыла сказать про перец и соль перец можно добавить в заправку вот которую мы делали с зеленью я так сверху поперчу потому что я честно забыла и посолю тоже сверху в общем то сыр соленый и соленая сама грудка ее варила в подсоленной воде так сверху немножко посолим и все вот в таком виде отправляю в духовку запекаться при 180 градусов минут на 15-20 в зависимости от духовки так все закончили вот как видите все мои баклажанчики вот здесь в складочках смазаны зеленью с чесноком теперь нам понадобится еще отварная курица вот так я ее разобрала на волокна и сыр кусочками и помидор нарезанный теперь в каждый разрез вкладываем кусочки курицы кусочек сыра и помидорку вот таким образом курица сыр сыр помидорка вот на одном баклажанчики сейчас покажу до конца курица сыр помидорка вот так вот будет выглядеть баклажанчик готовый все сейчас сделаю все покажу вот что у нас получилось наши баклажанчики запекли в духовке такие красивые сейчас мы их будем обедать будем их кушать достали вот такую заправку йогуртную вчера купили данон йогуртная заправка с вялеными томатами попробуем и соевый соль приятного аппетита приятного аппетита решили сделать салат из авокадо мы уже не знаем куда в день бедное авокадо купили попался такой еще хороший мягкий ну не знаю на мой взгляд хороший как ты думаешь это хорошее? очень вкусно, очень вкусно, мило, прекрасно вот мы не знаем куда в день решили сделать салат вообще ребят у кого есть хороший салат из авокадо напишите пожалуйста потому что я честно говоря никогда из авокадо не готовила это мой первый опыт написано что надо порезать авокадо порезать лимонным соком чтобы он не темнел он темнеет, да? да, у него не искренне да да все все теперь мы еще помолвец вот это она дэн за кадром ест банан ничего будет? меня снимает вот эти банки я вообще не люблю открывать я их не умею открывать я их всегда с дна почему так открываю так что что ты будешь открывать огурец тунец и оливковое масло по крайней мере так в рецепте было написано сейчас попробуем в такой попался тунец наверное специальный для салатов у тебя кулем кладется так? ну да, что-то слишком много воды ну ладно, хорошо ага, а это куда? на нее место куда? нет так интересный, конечно, десерт не не так интересный, конечно, десерт оливковое масло оливковое масло посолить не надо, да? ну, потом посолим посолить бун в желудку по-моему, ты на любителя ну, попробуем что-то для разнообразия ну как ну 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 терпимо? да и лучше вы напишите нам рецепт что-то у нас как-то эксперимент не удался по-моему что не кусается? нет, она сама прибежит я когда надоест, она начнет кусаться, потом выкину ее да, Стеш? ее помыть надо, чтобы не жарко ее было сейчас помоем